А сама заявка? А сама заявка? Заявка? Ага. Заявка? Ага, заявка. Я обращаюсь. Отвечайте, да, процесс уже шире. У вас, кто я вам дал? Да, но вы еще не ту заявку. Подождите, я обращаюсь. У вас тут очень много. Ага, вот оно. Это, так. Это, что у нас есть? Заявка о питании. Так, вы все их везем, Томар Дмитриевич, не переживайте. Ага. Я пришел в нем. Ага. Ага. У нас заявка. Это, да, один акцентляр. Ну, я вам говорю для ознайома. Я потім его оповерить. Знову техничного мероприятия. Пять годин за сутсием, что вы получите. А не ту заявку для ознайома. Это у нас водоканал. Водоканал. Знайомлюйтесь. Пять годин техничного мероприятия. Продолжим. Далее. Уже щодо стучного мероприятия. Потім все інші заявки. Пять годин техничного мероприятия. Пять годин техничного мероприятия. Я считаю, что позовы не могут быть объединены, то есть встречные позовы не могут быть долучены до основной справы. Так как они не связаны между собой, их взгляд не есть доцельным и они выникают из разных правоотношений. Поэтому я считаю, что нужно разговаривать. Вы считаете, что вы можете получить еще одно решение? Что бы нет предметов не працювати, у нас... А, что бы нет предметов не працювати? Процесс может здействоваться за будь-яких умов. А если вы желаете переживать... Процесс, вы сказали... Я правильно слышу. Процесс может здействоваться за будь-яких умов. Кто меня предупреждает? Что вы желаете, можете спуститься в бомбоубежище покинутое судовое заседание. Вы покидаете судовое заседание? Так. Пояснений давать ніяких зараз не будете, да? А? Пояснений не даете? Конечно, я не буду давать. Ну, сейчас прилетит сюда что-то. Да, побачим. Так. Добре. Суд заслухавши учасники процесу. Відповідаючи, відмовився давати будь-які пояснення судового заседання, удоверився до нарадкової. Покинутое приміщення зале судового заседання, мотивуючих з повітряною тривогою та переживання за своє здоровье. Добре. Технічна перерва до закінчення… Овх. Технічна перерва до закінчення… Ну, сейчас 5 маятичных перерыв, если тревога не закончится, мы тогда не принесем застреливание. Если закончится, то мы продолжим застреливание. На выход, тревога. Ну, были прилеты, были прилеты, тревога, господа. А вы что, не помните, что тут вытворялось? Нет, мы помним, что вытворялось. Здравствуйте, девочки. А где наша компания? Все смылась? Смылась? Здравствуйте, Украина, город Криворох. Перенесли суд. Но меня на нем не будет. Почему? Потому что так рано я не хожу. Я пенсионер. Могу спать. Дос хочу. И вообще. Судьи так рано ходят на 8 часов. И все остальные менты, прокуроры. Потому что им за это платят. Вы поняли? И они себе зарабатывают пенсию. Ну, я уже на пенсии, и мне пофиг. Так как некоторым и почти всем похеристы. Все говорят похер. И я говорю, мне уже тоже похер. Ну, ладно. Это все шутки. Что это такое? Это 11 месяцев тому назад Эдуарда Камара Криворожводоканал затопил. Вода пошла в дом, в гараж и также по всей улице. Там есть видео. Можете посмотреть там, где Камар Эдуард живет в частном секторе. Он тогда отсутствовал. Был в Киеве. Мне позвонил. Я приехал. Это все зафиксировал. И выложил в Фейсбуке, Ютубе. Эдуард писал им бумаги. Звонил. Они его нахер посылали. Ну, и он сказал, что платить не буду. Они на него подали в суд. Но, когда я пришел в суд, мне Камар. Там и некоторые кое-что рассказали. Что они хотят. Эдуард подал встречный иск. Ну, я кое-что заметил за юристом и за судьей. Дело в том, что Эдуард Камару, судья, отказал о встречном иске. Но я увидел. В судье что-то такое интересное. А интересно это то, что судья догадывался, что происходит вокруг него. Но не давал он поводу. Вы поняли? Он поводу не давал. Почему вы видели, что я все эти серии ничего не комментировал. Я ждал. Но, по моим таким мышлениям, что судью хотят подставить. Вы меня услышали? И судья хочет оттуда выскочить, понимая эту ситуацию. И не тем, и не тем. Выйти сухим. Вообще, он хочет взять нейтральную сторону. Это правильно. Это очень хорошо. Что? Разбирайтесь без меня в ваших пшивых делах. Судья же, наверное, понял, в чем дело или не понял. Ну, давайте мы посмотрим. Догадался я или не догадался. Перенесли в суд, но я на него не пошел. Там должен быть суд. Суд, кто-то должен что-то зафиксировать. Как-то там на каких-то, может, телефонах, может еще. Они мне это все сбросят. И я вам покажу. Суд перенесли. Я на суд не пошел. Потому что на такое время я не хожу. Если меня такси подгонят под Бог. Поняли? То я поеду. А так это же время. Надо ехать. Надо водички утром попыть. Возраст уже. А вам, господа, не ругайтесь. Находите общие языки. А то, что вы там говорите, что-то я показываю не то. Я показываю не вашу жизнь. Я показываю свою жизнь. Где я хожу, что происходит и что я фиксирую. Поняли? Не надо меня учить. Вот так сделаю, вот так. Ты сам себя учи. Ты когда комментируешь, у тебя есть там регистрация. Вот видосики и выложи. А нет. Сопы в две дырки и молча смотри. Господа. Хорошего настроения вам. И завязывайте уже воевать. Потому что оно нахер никому это не нужно. Все. До новых встреч. Ждем, что они там запишут какие видосы. И я их выложу. Для улучшения. Вашей видимости на ютуб канале. Принимаем помощь. Хоть маленькую копейку. Реквизит в описании под видео.